Айоу народ, приветствую вас всех на канале Базука, сегодня продолжаем проходить игру Assassin's Creed 2, всем добро пожаловать, не забывайте подписываться, ставьте лайки, в общем продолжаем прохождение. Так, что у нас тут вообще по делам-то какие-то, а вон заданец я вижу, заданец есть, заданец я вижу, бегу, блин, теперь у нас вообще четкая красивая одежда, есть меч, 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 меч голову отсечь, так, погоди, компанио Джотто, строительство этой знаменитой колокольни в готическом стиле начал Джотто в бою, подожди, а как включить карту-то? Вот, точка обзора, вот это нам надо открыть, да, а это как раз на этой колокольне, да, поход находится, поехали. Э, куда попасть? Так, все, пацаны, потеряйтесь, потеряйтесь. Все, полезли. Вот туда надо. Сейчас залезем, откроем точку, это, синхронизации. Эээ, меня что-то камнями там кидает, ну вы что, не охренели ли? Не охренели ли вы? Так, не, не туда надо, вот сюда лезь как-то. Интересное кино. Ага. О, а там внутри что-то есть, даже в этой колокольне, ничосе. А, ничосе. Так. А здесь ты что, наверх не лезешь? Не понял, а как тут он наверх полезть? Здесь он не прыгает почему-то наверх. А может быть надо как-то через... О, а там ящик какой-то лежит. Может надо как-то через... А, нет, вот смотрите, с этой стороны есть. Вот, вот, отлично. Сейчас надо ящик не забыть взять, тогда спуститься. Здесь-то вот точно можно залезть. Угу. Отлично. Так, ограбить. Наверное, флорентины эти дойдут. Ну да, сто процентов. Еще один ящик. Туда даже два ящика, отлично вообще. Так, хорошо. Все у нас нормально идет. Запись идет. Движуха идет. Видео есть. Вебка есть. Звук есть. Все отлично, пацаны. Пацаны, девчонки. Ой-ой-ой, куда же ты, блин, прыгаешь-то? Да что ж ты делаешь-то? Вот это вот, конечно, кривое управление старых игр. Это вот вообще беда прям. Особенно вот Assassin's Creed, я вот все вспоминаю. У них реально управление было всегда кривое. Так, окей. А, здесь, наверное, надо внутри, что ли, как-то ползти. Нет? А, точно, смотри. Ага. На самую высокую башню сейчас залезем. Вообще сразу, прям только серия началась, сразу лезем на высокую башню. Отлично. Супер, че. Оп. Колокольня. Так, синхронизироваться. Отлично, поехали. Тирин, 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 тирин. Юбисофт представляет Assassin's Creed 2. Ух ты, нифига себе, блин, вот этот полет. уже к вере или предмете предметы тихо 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 не полить не полить короче лучше передвигаться все-таки поверх потому что внизу очень много всяких противников которые тебя палит поэтому тут вот это вот ассасинская фигня должна быть полюбасу так вон там смотри ходит так хочу сейчас прыгну спали мне не спалили а чё за задание кстати вообще не помню блин я просто записывал очень давно предыдущую серию и вообще не помню что у нас там за задание так чтобы не спалили сюда и сюда кто это это проститутка леонардо любит поболтать надеюсь вы не только болтали да мы починили клинок я дала тебе знания о леонардо клинок о чем не вы не он же должен был выскочить где меня для этого мои девочки говорят что вечером он будет на показе новой картины верок я это в церкви санта кротч и присмотрите за 1 убийство скорее всего скрытая внешность я позабочусь о них уберта этого умбра ехали сейчас завалим чуть фигня судья присяжный палач посетить выставку в санта кротч и найдите уберта и завершите над ним правосудие о это я люблю правосудие не люблю совершать поехали совершать ульберта альберти старый друг семьи аудитора историки утверждают что этот человек был настоящим святым он был прокурором вел дела убийц насильников и самых опасных преступников и не проиграл за свою жизнь ни одного процесса хотя и был самоучкой я взломал базу данных тамплиеров и прочесал ее в надежде найти что-нибудь интересное и я нашел оказывается пьера медичи отец лоренцо лишил уберта наследство и с тех пор тот мечтал отомстить а тамплиеры пообещали поддержать уберта отец мешал планам уберта и кроме того уберта завидовал его влиянию на правительство флоренции что же двух зайцев одним выстрелом после выбора в синьорию уберта решил что его звездный час настал вот какая гнида все таки вот просто вот по-другому не сказать решил не своими руками все себе хорошенечко наладить свою жизнь как вот они меня спалили я же сверху как они меня палят то вообще блин офигеть эй беги вот это нормально разбежали все надо уходить опа ищите ищите не найдете все я тут был меня тут нет я как резкий быстрый как понос так если вы проигнорируете приказ лучников спуститься с крыши вниз они вас атакуют так ко мне вон туда надо попасть а так я чё я сейчас вот тут по крыше опять меня спалили вообще я не боя почему нельзя сделать так чтобы с крыши на крыше чтобы удобнее перепрыгивать и зачем такая так они меня потеряли скорее всего скорее всего санта кроча ребекка на этом здании один из тех странных символов который говорил шон тебе нужно найти этот символ собор санта кроча сам большая церковь франциск францисканцев в мире украшен фресками джота его часовня построена филиппа брунелли скелли считается одним из шедевров архитектуры эпохи возрождения так понятно церковь и церковь эпоха возрождения все красиво все ты снова замечательно ты перешел все границы уберта тебе ли говорить о границах лоренцо не ты ли присвоил титул принца чур рожа такая наглая жирная это неправда видно что отожрался на харча сейчас я конец придет никаких влияний важно только смерть мы сейчас начнем с самых низов и дойдем до самых вот главных говори короче говоря получаете получается так так а как посмотреть где он вообще бы надо бы разведать вообще перед тем как убивать чтобы понимать потом куда убегать так окей войдите в группу людей чтобы смешаться с толпой добрый день идем 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 тебе нужно медицинская помощь а мне нужно туда внутрь пройти проникнуть все я понял я там никак нигде не перепрыгну мне только не только получается с толпой как-то да попасть внутрь можно или нет а чё зато а я же могу нанять точно точно мне надо нанять вот этих вот порасти тут пошли со мной пошли ясно ясно понятно они короче говоря не могут туда пройти значит надо искать путь через верх сто процентов более только деньги на этих шлюх потратил зря за зря потратил день ладно там ученики стоят вот еще они не должны спать да а где он полагаю вывеселитесь от души постараемся отвлечься от этой неприглядной истории семьей аудитория подумать только ведь джованни был там ученики стоят вот еще они не должны спать да а бы я ненадолго осталось к вам пойдет а там стражники то есть уделите мне минутку вам хоть всю жизнь бы надо как-то сверху прыгнуть короче я верно так и как вот это вот что-то сделать да что это вот разве это красиво ну ну все хорош я чё-то не понял а как сверху то прыгать убивать он же мог так спрыгнуть пример что просто воткнуть него спасти тех кто дорого да верно так и вышло аудитория не погибли еще остался я все понятно так что там отживание аудитория 4 этот документ должен послужить свидетельством того что мне удалось узнать за последние несколько недель на случай если меня заставить замолчать во первых ты должен понять что убийством герцога миланского это не просто политическая интрига нет это заговор в котором приняли участие помимо прочих людей прочих люди из рима венеции форли и многих других городов к этому письмо я прилагаю список точнее его начало имен тех в чьей виновности я уверен список далеко не полон но я собираюсь исправить это как можно быстрее однако могу с уверенностью заявить что в заговоре приняла участие семья паци мы должны быстро допросить франческо пока он не подкупил тюремщиков и не вышел на свободу если нам это удастся то мы сможем добавить новые имена в наш список мне есть кое-какие соображения насчет того кто мог участвовать в заговоре их день несут печать старого врага боюсь что они на этом записка обрывать должно быть джованни пришлось остановить и спрятать ее когда стража пришла его арестовать до конца то не узнали ассасин ассасин так тихо я ухожу да не не надо не надо меня убивать пожалуйста не надо и камнями тоже не кидайте все уходим добрый день но это было легко но это просто первое там последний следующий наверное будут убийства такие не очень не очень простые так судья присяжных и палач синхронизация отлично так поехали дальше тогда чё сразу на следующее задание какие-то допки я не буду вообще их собирать делать мне интересно чисто сюжетная составляющая этой игры а все эти допки они бессмысленные все однообразные скорее всего как и во всех частях ассасин скрит так а это мы опять к этой повернулись да к проститутке так сказать думаю мне лучше покинуть флоренцию куда отправишься у моего дяди марио есть вилла у монтари джонни тебя по-прежнему разыскивается и что же вы предлагаете делать по всему кварталу развешаны плакат вообще хороший план куда нибудь исчезнуть нам надо залить на залечь на дно типа как залечь на дно в брюки только залечь на дно а еще ты можешь заняться теми кто оговорил тебя по флоренджи или как он там сказал что-то какой-то разберись хотя бы с одной помеха и сможешь спокойно уехать так в убежище уменьшите свое место срывая плакат покупив галашата или убив продажного чиновника о нифига себе так я могу даже так это делать где плакат где пока здесь пока это подскажет когда нужно быть осторожным индикатор позволит тебя узнать является ли этот уровень известность и частью воспоминаний это так вот дожди как пока сорвать срывать пока чтобы уменьшить а че они там делают что прыгали там по стенам туда-сюда очень нормальные где плакаты я не вижу не покажет здесь убили кого-то охренеть среди белого дня а вон плакат почему наверх повесили больными что 1 маскарадный костюм ненавижу богачи сак минус плакат всего это все задание какое задание убить чего сорвать один плакат вообще нормально и все это вот прям рядом с местом где ты это подбирал задание нормально это сюжетное задание очень быстро мы прошли интерната это ты добился своего да но таких наверно задание будет несколько раз все одинаковое просто будет больше плакатов и большего категорша там она не произнесла ни слова с тех пор как мы ушли из дома но отец все уладит где отец где федерико они еще не в курсе даже до случилось а как они не в курсе то есть же там какие-то там газеты письма кто-то же мог рассказать с кем-то общались я сделал все что мог печи на печи на это малышка переводится печи на привет печенка послушай сейчас самое главное укрыться безопасном месте но если ты не будешь держать себя в руках ничего не выйдет понимаешь по моему она нихера не понимает очень хорошо давай уже заботишься о матери возьми себя в руки не будь тряпкой вообще так конечно просто же спасибо тебе за все дети причем я понимаю ладно там отец а вот дети вообще не понимать осторожен верю тебе предстоит долгий путь да это точно аривидерчи вы ведь мари вы ведь марию и клауди из флоренции проводите их на виллу аудитории в монтари джонни а вот монтари джонни лечь на дно в монтари джонни получается на дно получается надо будет ли идем а как я их выведу они будут за мной лезть если я полезу они не полезут конечно не так возьми охранник стоит просто скотина значит надо зачищать охранников что ли чтобы здесь пройти почему мне не прыгает то он странно так ван пойдем вот так уходи толпой 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 будем проходить здесь вовсе погнали это кто выбрать бросать деньги что ты такой вообще это бард певец на благо народу чудесные подвиги он вершил от него по заслугам каждый злодей все от меня хочешь то есть это отвлекающий маневр деньги кинул они все сбежались на них ой вот здесь бы взять бы точку синхронизации но подождите меня тут внизу ща я за вами вернусь быстренько синхронизируемся раз мы тут рядышком и все я надеюсь задание не прервется из-за того что я полез нам на башню брать точку синхронизации тихо хорош так о чем это синхронизируем а ну вот все пошли 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 карту тушь эту карту походу огроменная вообще так то я вот смотрю двигаю тут вообще прям пипец сколько всего и это может быть только флоренция а там еще может быть какой-нибудь другой какой другой город а ну все нам за ворот вот это осталось выделить совсем чуть-чуть совсем чуть-чуть осталось так ловите меня там матушка квауди и сестра мария держу и тер 2 так надо вот этих купить наверно проститутка как с ними взаимодействовать поехали так как вот это гарем вообще базукой гарем просто смотри просто всех тёк собралась и поехали побежали все вместе так бежим кросс девочки бежим кросс и качаем ноги качаем ноги качаем бедра качаем жопу все качаем просто я тренер 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 на пробежке станет нашим домом я не знаю сожгут его нахрен их их похоронили как подобает а где другие куда пропали до достойно а мы че видели разве как похоронили че он врет я вот вообще такого не помню так чё происходит последовательность 2 завершена ну и чё а я понял что мы вернемся в этот в тело в тело вернемся из сна вор отлично бегают и без раз могут следовать за вами ну ворная на пачку по проворнее будут они же воры чем проститут хотя проститут что же могут быть проворнее тоска на 1476 год ну тут уже так как-то хмуренько все вот эта графика вот этот спецэффект я понимаю мы подъезжаем так это мы просто переместились я понял мария аудитория писательница дворянка мне надоели крепостные стены мне надоело спокойствие я принимаю решение отправляюсь в мир и вижу что может предложить мне жизнь так написал 16-летний марий за неделю до того как познакомилась жавания аудитории зачем мы это же про марии уже читать проводить марии каудио все поехали будем почему я не играл раньше в эту игру она так-то прикольная но тут хотя бы сюжет интереснее уехать из флоренции не попрощавшись чего ты хочешь вере дай-ка посчитать большой дворец двух новых скакунов красавицу невесту давай он давай драться так погодя как стой это клинок а у меня такие планы на твою мать и сестру так ну-ка иди сюда ты чуть ты охренел дядя бля мне надоело это и хренел он там маму и сестру это ударил вообще не колдовство малыш талант ну покажись как угодно вот возьми это а у меня не было не час собой чё это за бандиты комит король воров наверно ассасином великого хотели убить а я сейчас умру а как лекарство принять как лекарство принять а я принял да да сдохну что или нет так я могу мячи их подбирать не еще один там блин вы чё тут пятером не можете одного завалить вы вообще что бред как о нифига у него какой оставь меч себе он не знает знакомы ты не узнаешь меня это же я а так это же марио ёпта конечно марио да я чуть не узнал я слышала скандали в раньше ты был в кепке уже страстный марио это вести вас подальше и прыгал по кирпичам там по каким-то грибы жрал еще окей марио блин прикольно дядя марио так монтари джони давай прочитаем про этот город город монтари джони основанный в 13 веке правителями сиены имел огромное значение в защите тосканы от агрессивных действий форенции так и важную роль в этом конфликте играли члены семьи аудитории там один член остался которые стали защитниками правителями города именно семья аудитории воздвигала знаменитые стены монтари джони сохранившиеся до наших дней хотя аудитории действовали против интересов флоренции они тем не менее сохраняли теплые отношения с семьей медичи в основном из-за того что оба семейства связывали давние дружеские узлы монтари джони успешно противостоял атакам со стороны флоренции до 1554 года когда был взят хитростью и предательством джованни ноцетти командир гонезона открыл ворота в обмен на разрешение вернуться во флоренцию из которой он был когда-то изгнан бля везде какие-то предатели вот везде просто удивительно аудитории сохранили власть над городом даже после того как он отошел к флоренции это доказывает что медичи не забывали свои плюсы окей так чё тут говорить здесь дяди марио дом милый дом отморить его аудиторию вместе с марио рассказывай мне все то есть а здесь как бы спокойно нас не ищут федерико и петруччо тоже потом они пришли за мной ты знаешь почему нет дядя у меня есть только список имен он был у человека который хотел моей смерти не могу поверить что их нет не понимаю как идти в одной скоростью какая не мы во всем разберемся мне бы твою уверенность не отставай давай мы уже почти пришли уверен тебе понравится в монтари джоне я хочу большая вообще карта монтари джоне что-то одна точка обзора только все нифига это все е и ни хрена себе тут карт это типа вся италия его тут еще просто дофига дофига у нас есть флоренция тоскана и получается монтари джоне вилла но это пока так надо еще кстати будет не забывать что-то качать нам клинок качать наверное прокачка будет как раз чтобы сверху убивать все попытки понять здесь живут честные работящие люди в наших лавках только простые товары зато они добротные и надежные значок похож на ассасинский вроде бы не кого меня присмотрели но я не часто как у меня на бляхи на бляхи не знаешь что вилла аудитора была построена почти 200 лет назад ее построил мой прадед он был странным человеком и многое скрывал посмотри вы по сторонам может быть тебе доведется раскрыть пару его секретов есть какие-то секретные комнаты значит так вилла аудитория на этом здании один из тех странных символов которые говорил шон тебе нужно найти этот символ вилла аудитория построена в 1290 году это интересный пример перехода от средневековой архитектуры к архитектуре раннего возрождения замечательная симметрия и упорядоченная геометрия здания были откровением для своего времени доминика аудитория прадед это думал не только красоте своего жилища ему были нужны также плащ а плац и крепость из которой просматривался бы город и долина тосканы 1320 году фасад здания был поврежден в ходе нападения флорентийцев и вместо него сооружен новый внутренняя часть была построена в 1350 году тогда же была добавлена картинная галерея так а вот что тут про комнату доминика был не просто воином и архитектором но еще и искусственным инженером в здании есть уникальные черты например тайники и механизмы блокирующий вход в комнату что делает дом шедевром не только архитектурный но инженерный мысль но мы такую комнату встречали вы уже давно по флоренции у отца этого и времени и денег такова жизнь верно вот мы и пришли коза дольче коза коза дольче коза будем учить должен признать будем учить дом милый дом коза дольче коза коза дом дольче ружки прежний милый вау теперь нужно подобрать тебе снаряжение мои люди на рынке ждут тебя иди туда и возвращайся как закончишь тогда и приступим приступим к чему разве ты приехал не подучиться нет дядя я просто сбежал из флоренции но я собираюсь увести семью еще дальше а как же твой отец он бы хотел чтобы ты довершил начатое у меня плачета был по моему красный отец был банкиром сейчас стал какой-то черный постой он ничего не сказал что я вот этого не обратил внимание маккеми комбини чёвани чего бы начать так с чего бы начать сходи на рынок за снаряжением а у меня будет время подумать но из-за всяких но поговорим позже вот тебе немного денег на расходы это пригодится нифигасе у меня там зарядил дядя вообще щедрый 1995 флоренцитив или как она флоренцейцев флоренцов флорденсов так чтобы синхронизироваться сразу я так понимаю здесь точка одна всего синхронизации и сам то город небольшой да класс поехали 10 точек из 73 то есть в игре всего 73 точки синхронизации ну когда карт посмотрим быстренько да чё у нас тут есть такое стена кодекса а это что такое точка назначения кузнецу мы идем станция путешествий ясно понятно ладно полазим тут потом посмотрим что у нас давайте подожди посмотрим дом дом то надо посмотреть эти окна заколочены видно давно не пользовались этим дома горит тут скрытые всякие потайные толкнуть быстрый шаг так какие-то скрытые потайные эти есть комнатки наверх а вот и плац наверно до типа а там чуть лежит смотри нажмите чтобы осмотреть их диана и а полон они вместе но никогда не соприкасается пока один бодрустый другой спит но оба наблюдают за нами так здесь нет статуэток а это наверное можно что-то найти сюда поставить просто ну короче это база просто чисто база ассасинская ассасинская база можно так сказать здесь тоже должно что-то стоять наверно нет что-то какой-то механизм да тут смотри что-то надо будет сопоставить ну ладно я думаю мне тут игра сама подскажет когда мне надо будет что-то делать пока у меня есть задание а чё нету воды в бассейне по идее должен быть фонтанная точка это засуха нахрен купите на голени и кинжал ремонт не нужен доспехи кожаные на голеннике здоровье плюс один броня три штуки дает так а кожаные на плечи почему сразу бы взяли бы еще короткое оружие кинжал давай возьмем отлично ну и давай кожаные на плечи еще возьмем мне кажется денег хватит сразу чтоб набор то был боеприпасов нет ремонт чё купил кожаные на голенике и кожаные на плечи уже с ремонтом успех уже в идеальном состоянии они ремонт минус то ремонт стоит всего 29 но у меня еще косарь 194 остался еще хватит мне друзья набор джек и шлюх нажмите ради чтобы открыть сектор оружие окей посетите врача а как он это уже он то берет а двумя руками нельзя драться чтобы типа кинжал был из такого нет что только меч либо кинжал я тебе медицинская помощь и лекарства все у меня все штук если что у меня их уже пять штук мне они зачем нажмите чтобы выбрать лекарства дом милый дом выполнен а то есть влево можно лекарства вообще использовать надо включать в меню нажал влево и все окей так ну чё у вас тут движухи не волнуйся надолго мы здесь не задержимся я скучаю по нашему дворцу я знаю болен слушай вот этот дворец намного круче чем тот дворец просто тут немного как-то еще не ухожено надо нанять какого-нибудь садовника или еще дворецкого чтобы тут убрались а будет вообще четенько так салют дядя я сделал как-то салют дядя быстро обернулся бен фото теперь я научу тебя драться нет я же сказал мы уезжаем это ты едва справился с вере в дороге ты недели не продержишься если хочешь уехать пожалуйста но я хочу чтобы ты уехал готовым к драке и способным постоять за себя сделай это хотя бы лица в сестру так двигает лобровями от тима бровями просто двигаешься и вся мимика повторение мать учения поучитесь у марио драться ну давай уже 3 3 серия 3 части 3 часа игры и мы тут еще только обучаем так если цель выбрана нажмите чтобы сделать уход в сторону он имел дело только с бумагами погоди его вырастили убийцы в смысле вы научились делать уходы я три раза сделал уходы три раза по мне попали что это за уходы противника теперь я научу тебя как обращать их себе на пользу вся эта история про тамплиеров и ассасинов похоже на сказку записаны загадочными символами на старом листе пергаментов не понял когда враг наносит удар удерживайте р2 и нажмите квадрат ассасины темплиеры кодекс в этом нелегко разобраться я удерживаю а в момент вот вот это вот контратак то есть в момент удар хорош понял понял как и драться так навестись если вы нажмите чтобы дразнить выманить на удар его все понял 2 l2 выбрать р2 надо запомнить блин я так не смогу записывать серии каждый день как двигаешься решает все я просто забуду все это управление я сто пудово я заметил как ты роешься в моей библиотеке ну что теперь ты мне веришь так если вы принцем удержите нажатый номер 2 был ассасином x двигайтесь прочее дорогая чтобы быстро выйти так убегать фракада это понятно уж убегать то я умею блин да по моему проще просто заспамить атака еще проще заспамить атака или никаких парирование не сможешь постоять за себя спасибо дядя за все что ты мне дал это мой долг но это наверное проще когда ты один на один а если вдруг ты не один на тебя напали двое трое шестеро могут напасть а то могут вообще там целая тебя всему это банда напасть на тебя чек-сорок по идее этого должен уметь это делать отречься от всего за что боролся и погиб твой отец от своего наследия хорошо аривидерчи и буэна фортуна дядя по стой а как ты думаешь в ере досаждает нам со времен твоего приезда ну этого следовало ожидать учитывая происхождение идите к марио вере наверно надо будет убить чтобы он не досаждал но я целый еще не очень понимает вообще у не очень понимаю даже все уехали в сан джиминьяно чтобы убить змею в я вере по я поеду за ними все что тебе нужно в конюшне лишь чем у диск уйти зайдите к марии были на про пацию я не успел прочитать где марита о нифига себе смотри это на наверное вот этот город да как рада смотри прям прям комната для развлечений тут и шахматы и порисовать можно что-то пописать почитать доступ новые курьерские поручения он еще сказали а тут вот еще значит лежит а почему я не могу а как открыто ваш доход ноль я еще доход тут буду получать чтобы не чуть-чуть а мы кстати второй этаж даже не обследовали пойдем пойдем в марии зайдем где-то здесь живет вот о ты другая появилась это посмотри на нее я не могу ее разговорить она все дни и ночи проводит глядя на перья которые собрал петруччо она не может забыть о нем я не знаю что делать не волнуйся ей станет лучше я уверен а теперь это перик не видно ну мама же просто потрясло все вот это вот происхождение папа положить собраны перья в шкатулку который находится комнате марии наверное если собрать все перья она наверно заговорит давай из ста два из ста так хочу тут то за комнатка такая была странная куда-то наверх что ли еще упадать еще зачем а это убер то мы его убили убер то тут наверно появится вся картина кого мы поубивали вот это можно залатать отлично 300 еще 285 3000 кстати 3300 315 на счету вот это азина просто как вниз быстро спускаться почему не рассказали вот рассказывать на самом деле в обучении какую-то фигню часто а то что нужно реально не рассказывает пойдем еще другую сторону обыщем чё здесь так ну какие-то картинные какая-то галерея тут наверно картины появится со временем потом всех тех кого мы встретим так ты хотя с вами со стойкой доспеха нажми чтобы открытие экран или стойка доспеха а это вот это взаимодействовать кожаный доспех понятно здесь мне типа нет а это надо как-то одеть а наколенники различия еще и все боя так вот это не ящик нет ящик вы нифига себе тут разные доспехи еще будут получается супер так окей чё у нас там по времени принципе принципе давайте наверное здесь и закончим потому что у нас будет уже получается новое задание да куда нам идти там на вообще куда нам вот сюда надо тоска да давайте тогда на здесь завершим и продолжим уже в следующей серии ребята всем спасибо за внимание всем спасибо кто смотрел не забудьте отблагодарить меня лайком также подпиской и всех жду на следующую серию всем пока